МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С данным справа у Галине потекавился Олег Сентерову. Только у Гомеля селета планует создать в эксплуатацию около 100 тысяч квадратных метров жилья. Правда, просто побудовать сегодня уже недостатково. Необходно заработать это вызначенный термин, якосно и пожадано с наименьшими затратами, что напрямую уплывая на кошт квадрата. У городским управлением капитального будовництва кажут, что это реальные планы. В оселеке мрази неких значных проблем сбоку будовников никто не огучивает. Максима одинное питание – кадровое. У размове с журналистами гучить думка по якости работ молодых специалистов. Профессийная подрихтовка сдается не дрянная, але жадание працовать с полной отдачей назирается не во усих. По этой причине до речи, после обовязковой отпрасовки новые договоры, с не которыми просто не заключают. У речи для будовницших организаций сегодня головно иметь постоянные заказы и продавать квартиры, что маю на увазе якость и прямальный для населенства себе кошт. Где-то в районе 7 миллионов. Дом от дома они отличаются, потому что есть инженерная подготовка разная, конструктивный набор квартир отличается, но в районе 7 миллионов. Где-то вот такая цена. Если брать средний класс и площадки какие-то в более лучших местах, то это в районе 10 миллионов рублей. То есть 59-й, Барликино, вот мы сейчас будем начинать, цена выше 10 миллионов не пойдет. Разом с тем, у Гомскым городским управлении капитального будовництва означают той факт, что некоторые квартиры не знаходят покупников, навык по практично бюджетному коште у 7 миллионов 600 тысяч рублей за квадратный метр. Махчима, гэта связано с отсутностью социальной инфраструктуры, каля таких новобудовлев. Махчима, есть некие инши причины. Разом с тем, подчас проведения горячей линии у комитете державного контроля у Гомске в области, в значных зубах жахары регионы не выказывают. Некого, тяка ведь ситуация с ценоутворением, каля двухпокаёвые квартиры, то не за одна покаёвые. Некто всё-таки знайшел невеликие будовничные недопроцовки. У комитете увогля означают, в управлении с 2014 годом, каля на Гомске означались долгобуды, а на якость работ скарги регистровались сотнями. Ситуация значительно изменилась у лепши бок. Делаем мониторинги по окончанию кварталов обычно, объезжаем дома и в последнее время проблем больших нету. Ну, отдельные факты бывают, где-то какие-то недоделки. Но это редкое исключение, по большому счёту. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». У «Гомель» принимают меры, как скаратить черги у поликлиниках. Администрация установок у выздоровья повинна забеспечить дежурство отказных администраторов, обовязки яких будет выходить лумачэння парадку медицинских обслугований и видео по переднему запису у темлику и про интернет. Змены тучатся и графику работы диагностичных кабинетов и лабораторий. Тему протягне Яуген Пабалавец. Светлана Мишурова с Дашкой Елизаветы наведуюсь поликлинику часто. Девчонцы два с половой годы и по восени треба исти у дитяши сад. З новой системы работы с пациентами, говорит Светлана, на проходжение пылных процедур необходимо не так шмат часу и окраней. Запис можно зарабить и про интернет. У самой поликлинице прости у всех урачов без шарги. Я к педиатру все время по интернету записываюсь, к коколисту я записывалась по интернету. Всегда приходит подтверждение, что моя заявка прошла на мой электронный адрес. Мы все время приходим в этот день. Всегда карточка наша на месте, всегда мы к врачу приходим в наше время. Для тех, гамельчан, кто не мая макчымасти зарабить запись по интернету, ци просто не ведая, как это зарабить, организована дяжурство отказных администраторов. Это загадчики филиалов, ци их наместники. Керовнисту поликлиник треба забеспечить дяжурство отказных администраторов сями гадзин ранецы. Я не повинны тлумачить гамельчанам парадок медицинского обслуговывания и видео попередних записов у тем лику про интернет. До того ж проводятся тренинги про правила сносин с пациентами. Новые подходы у работе так само продугледжують организацию работы диагностичных кабинетов с 8 до 21, а клиника диагностичных лабораторий по индивидуальным графику, у некоторых поликлиниках реализуются и иншие формы работы с наведывальниками. Не требая крайней самостойно записываться на прием дорозных врачов у журнале, зараз можно свернуться у регистратуру и отримать один эталончик. Введен талончик, который им позволяет схематично мы распределили хирурга именно в такой последовательности, каждому выдается, и он потом в этой последовательности будет проходить этих специалистов. И уже лист самозаписи ему не нужен, и время подбирать не нужно. Это удобная форма, причем у нас медицинские сестры, или если это сложно, учитывая наши четыре этажа, помогают санитарчике перенести карточку. Пациенту застанется только переходит с одного кабинета урача до другого, что значительно скорочает час. За два тыдня работы у новых умовах тут оформили до ветки около 200 человек. До речи во всех поликлиниках Гомеля зараз денежная одинная система работы регистратур с 7-1 ранец и до 8-1 вечера. Записаться на прием до урача можно, як и ранее, по телефоне. В любом случае, хотелось бы сказать, что пациенты, если возникают конфликтные ситуации, должны обращаться к заведующим филиалами своих поликлиник, к заместителям заведующих. Это те люди, которые нацелены на решение их проблем. И они уже подумают, придумают, как решить, разрешить эту ситуацию. Яши один с падыходов до повышения якости и доступности медицинского обслугования насельства – пошук новых помешканев. До приклада, можно выкарыстовывать у якости поликлиник, свободной площадь предприемствов альбо интернатов. Гэты и иншая пропановы, як от специалистов, так и от громадян, будут оборазково улишваться и реализовываться на практице в ближайшей перспективе. Евген Пабыловец, Игорь Марышенко, Пелера, Докампания, Гомель. На передаче 100-годового юбилея белорусской милиции во управлении внутренних справ Гомельского облаконкам отбылася справоздачно-выборная конференция ветеранов правоохоуных органов. У делу мероприемств приняли больше, як 100 человек с 50 первичных ветеранских организаций. Старшиня областного совета ветеранов Геннадь Курлович у своим справоздачным докладе проанализовал работу ветеранских организаций за пошне пяти годзе. Гомельщина с 12 истнуючих в Украине ветеранских организаций у системы Министерства внутренних справ заняла по выниках минулого года четвертое место. А первичка отдела внутренних справ на транспорте стала первой у республицы. И сегодня ветераны у боевым строи готовы делиться своим профессионным и житевым вопытом, оказывать допомогу у патриотичным выхованье молодзи и навучанье молодых супрацовников. 30 ветеранов службы, узнагородженных гоноровыми грамотами, подяками Министерства и Управления, нагрудными знаками. За ликвидацию наступства аварии на ЧАЭС полковник милиции у отставца Анатолий Кузьменков отримал подяку президента Республики Беларусь. Все наши ветераны, конечно, особый вклад вложили, как в целом, в обеспечение охраны общественного порядка, соответственно, в период проблемы Чернобыльской катастрофы. Ну и сегодня это воспитание, перенятие опыта, но и мы должны им особое уделять внимание в целом нашей служебной деятельности. Старшиня ветеранской организации Геннадь Курлович выказал усім щирую подяку за допомогу и подтримку у работе с ветеранами и пропонавал на посаду нового старшиня областного совета ветеранской организации кандидатуру Михаила Дзедауца. Подполковник милиции у отставцы зараз вядомы на Гомельщине як публицист и письменник. Протягиваем выпуск. Гомельский областный комитет БРСМ плануя працуладковать гэтым летом 10 тысяч студентов. Яны будуть працевать у будавничих, выхаваучих, сельско-господарчих, экологичных, сервисных отрадах у Беларуси и за емежами. Первый сервисный молодежный замежный отрад уже отправился на летнюю працу. 26 человек уладковали во всероссийский детячий центр Орленок у Туапсе. Это студенты Белдута и университета имя Франциска Скарыны. Усе яны до терминово сдали сессию и проявили активность у громадским житти ВНУ. Празмесяц их зменить новая группа. Усяго ж замежи Беларуси селит областный БРСМ плануя отправить 100 человек. Яны будуть працевать у Туапсе и на сельско-господарчих работах у Московской области. Это возможность не только заработать, но еще и познакомиться с новыми ребятами. Показать себя, рассказать про свой вуз, про свою деятельность здесь, на территории Беларуси. Ну и узнать, как их такие же сокурсники, только из Российской Федерации. Чем они занимаются, где они работают. Для школьников же с 1-го червяня почнуть працевать оздоровленческие лагеры и лагеры працы от пачинку. Об организации занятостей подчас летних каникулов сегодня журналистам рассказала начальника отдела дукации, спорту и туризму Гомельского гарвы канкама Ганна Мельникова. План отповедных мероприемств специалисты отдела дукации, спорту и туризму Гомельского гарвы канкама почали рыхтовать еще на приконце минулого года. Сгодна с ним, на территории города будут денечать больше, как 230 оздоровленческих лагеров. Их наведвальниками станут 8 с половой тысяч школьников. Оздоровленческие лагеры будут вести работу по 16 на керунках спортивным, творчим, интеллектуальным, патриотичным и инших. Кожны с дятей зможа брать для себя занятки по интересах. А кроме этого, будут организованы міжрайонные, міжшкольные и лагеры працы от пачинку, где навученцы отримают махчимость с корыстью провести час и заробить. Ни одно дитя не повинно застаться без уваги. Конечно же, будет достаточно большой спектр предложен в части трудовой деятельности. Это волонтерские отряды. По-прежнему в каждой школе имеется, скажем, тот отряд подростков, который будет, во-первых, в поле зрения педагога, ну а самое главное предназначение это, конечно же, полезный досуг ребят и помощь их в части подготовки классов, кабинету, в целом учреждения к новому учебному году. Тым часом на Гомельщине распочалось проведение выпускных вечеров. Правда, проходит, я не покуль только у специализованных навучальных установок. Одным из первых посвечений об додатковой адукации отримали 82 навученцы детячей музычной школы мастатства номер 1 города Гомеля. Духовый оркестр на Уваходзе и добрый настрой во всех удельников урочистостей. Причем, батьки не только радуются наводболь за своих дятей, а и генерациями. Урешті, гэта сюня выпускники у центру уваги, а до гэтага было некальки годов у партых занятков, кали часом хотелось усю кинуть. В учоба на музыканта оказалась вельменя лёгкой справой, а леяны сдолили прасти праз усе тяжкости. И гэта яшчэ адзин отрыману урок, кали не опускать руки, усю отрымаецца. Когда ты начинаешь сначала на флейте, вроде было нормально, там, просто пластмассовая дудочка, а потом, когда тебе дают саксофон, естественно, он весит немало, и вот, когда ты держишь, не имеют руки поначалу, Гомельская дитячая музычная школа мастатства номер один старайшая у регионі і одна з перших пасля революційных музычных установ Беларусі. Пачатак своей історії яна адлічвая с 1919 года, калі у Гомелі была заснавана народная консерватория для дарослых і дятей. За гэтый час тут падрыхтавалі некалькі тысяч молодых музыкантов, але кожна новая выпускна для установы «Саправднае свята». Дарэчы, за перамоги на конкурсах 30 навучэнців розных адов отрималі звання стэпендіятів спеціальнага фонда президента Республіки Беларусь по патрынці таліновітай молоді. Очінь много проводзіться в Республіке конкурсів творчэскіх состязаній, паэтаму це стимулирує рост учащихся в професіональному смыслі. Наші учнікі принімають участье в абсолютно во всіх форумах творчэскіх, міждународних, обласних конкурсах, городських мероприятиях. Естественно, це все влияєт на їх уровень исполніцельства. Атрыманне посвідчення об додатковой аддукації по сутнасті перший крок до дорослого життя. Не усі сі літніх выпускніков стануть музыкантами, але ў кожного з'їхтя пер'юць падмурок для досягнення професійних вышынь. Расповідають про життё і творчасть народного письменника БССР урадженца Гомельщины Андрея Макайонка собрали для спеціальній музейной экспозиції. Выстава сіні открылась у Гомельській обласной универсальній бібліотеці имя Ленина. Однім із перших я її бачили і наші коррэспонденті. Посвідчені і нахрудний знак народного письменника БССР Андрея Макайонка. Такіми экспонатами сьогодні може похваліться тільки отдел краєзнауства Гомельській обласній универсальній бібліотеці імя Ленина. Побач зузнахороди, комсомольські военні билеті, фотографії, особистілисты і кнігі письменника з дарованними надписами відомих літераторів. Більшість гэтых прадмітов сюди передали родній Андрея Макайонка. Другі не віддала, візити всі экспонаты, а віддала сюди в Гомельі і дуже рада і благодарю вас всіх, що рішили відкрити Макайонку ось ці прелісти, які у вас тут стоять. Він самий прекрасний чоловік, о якому тільки говорити. Він дуже добрий, дуже веселий, о тому, що талантливі, це все знаєт. Любов Івановна Макайонок і до гэтага часу говорить про його у ця першнім часі. А сучасні письменники і література знавців кажуть, що він живі і зараз у своїх творах. Даречі, абсолютно усі його роботи можна знайсті у бібліотеці. І сама гэтая экспозиція стала адзінаю Україні, у якій собраны самі знакові прадміты, зв'язані з біографією письменника. Тепер у фондах бібліотеки їх налічується каля пау тысячи. До збору долучилася і Гомельське обласне отдеління Союза письменників Білорусі, якої, даречі, гэтый год об'явіла годам Андрея Макайонка. До дня белорусська письменства у год Андрея Макайонка ми рыхтуєм шерох виданню і вось толькі што підписана у друг новая книга «Паслядовніки Макайонка» сучасныя драматургі Гомельщины. Ганна Ковалёва, Валєра Гапанько, телерадеокампанія Гомель. На гэтым випуск завершен. У студы працювала Наталі Ігнаценка. Усяго вам добрага і до нових сустріч у ефірі. Дякую.